Всем привет! Продолжаем наши небольшие зарисовки на тему эволюции данного велосипеда. Кувалда! Да, вайк в строю эксплуатируется. И что же мы здесь видим? Это все уже как бы состоит буквально с того года. Касаемо обновок. Появилась, значит, новая пружина. 450. Та старая была 400-я, она уже была вся ржавенькая. Вот, решил я ее снять с нового аморта, который взял по запасу. Тоже, факт. И самая мощная тема, это в связи с порчей моей той вилки. А это был Ирикс. Старый вилк был, про черсишка. С ногами серебристыми, с золотистыми. Там нога протерлась. Сальником, пыльником. И, в общем, фу. Я решил, думаю, дай-ка я психаную и возьму себе новую вилочку. Выбор пал на Lyric RCT-3. Вот он. Вау! Он, кажется, как бы топовый у них. Вот он по 27,5. Тут места у нас как бы довольно много. У него ход 170 миллиметров. Был ход 150, но была выше корона. Аж где-то на 2 сантиметра она была выше. Вот. Длина вилки была 540 в 1 миллиметров. То есть, получается, вот от этого кольца на штоке и до оси. У этой она составила 560. То есть, как получается, что не сильно-то я и завалил геометрию. Вот. И все работает уже. Байк был оттестирован на дёрте. На споте смотра. Вот. Все отлично. Так, ну а с осью-то? Самая фишка, обмани маркетологов, это вилка под 15-ю ось. Вот. У меня, как говорится, вот это колесо, оно под ось 20-ю. Она получается 110 миллиметров по тропам, по ширине. Обычно традиционные вилки с 15-ю осью, они 100 миллиметров. Да, 100 миллиметровый, да. Появился у них еще новый стандарт, так называемый буст. То есть, получается, это для того, чтобы фланцевые втулки можно было сделать шире, для больших же колеса. И ширина у нее составляет, внимание на экраны, 110 миллиметров. Я подумал, а почему бы не заморочиться и не поставить мне сюда мою старую втулку. Ну, как бы, именно это был такой замысел эксперимента. Плюс мне она только нравится, а она уже у меня лет 7, наверное, работает. Вот. И, в общем, сказано, сделано. Позвонил токарю. Он мне все сделал буквально в течение часа. И у нас что получилось. Еще один маленький, но очень важный нюансик. Иначе без него ничего не получится. Нюансик заключается в том, что, если эта вилка какая-нибудь типа Сантура и так далее по списку, очень важно, чтобы в той площадке, вот эти вот видите, они большие здесь. Вот они. Эта система называется торк-кэп. Вот это даже написано. Торк-кэп. Это есть такие проставочки, они как бы ставятся для того, чтобы тут повысить торсионную жесткость. А я подумал, ага. Если у нас втулка 20-я, как тоже имеет какой-то диаметр больше, чем 15-я, то можно сделать у токаря вот такую проставочку. У нее получается внешний 20 мм с малым допуском, чтобы оттуда лучше спрессовалось. И сейчас видно будет, она тут прям сидит очень жестко. То есть она никуда у нас как бы не шевелится. Это сейчас вот у нас ушла... Сейчас у нас... А, ну вот она втулочка, вот она плотно сидит. То есть сейчас на нее нажимаю. То есть никуда она оттуда сама не денется. Все сидит очень четко и плотно. А внутри, получается, я сделал допуска 14,95, чтобы она... Ой, чтобы туда входило легко. То есть вот видите, она плавненько, как в обычную втулку, в нее заходит. Ну и у нас в итоге, значит, что получилось. В итоге мы встаем колесо. Вот оно прям... Естественно, что вот надо его теперь ловить, потому что нет упора, как было у старого... Вот велико у старой вилки. Но вот она у нас... Сейчас поймаем. Вот она все поймалась. Попадаем в резьбу, закручиваем. И легким движением руки зажимаем рычаг. Даже можно поровнее, вот так вот. У нас такая ось. Кто знает, ось Максель. Быстросъемная. Изобретение Рокшокса. Сейчас ровненько, чтобы все было четко. Мы же четкие, ребята. Во, все. У нас идеально встало колесо. Ничего не подтирает. Все шикарно. Маркетологи, привет. И, так как тут был у нас диск, ну, как бы сейчас есть, 203-й, я взял авидовский переходник постмаунт на постмаунт. Вот это вот плоско-перевалочное, получается, я снял на чиле. И с первого раза поймал уже плоскость. Тормоз встал идеально, без шайбочек. Как если бы это было бы на Старк Вилк Рокшокс на 185 мм. Тормозной диск. Вот, как бы, такая вот инновация у нас получилась. А, еще, очень важно. Из-за того, что у втулокобустовых, у них, как бы, единственное, находится чуть-чуть смещенный, ближе к, как бы, ну, если, как бы, поедем, получается, он, как бы, вот, к этой части он, как бы, чуть-чуть уходит. То есть он смещенный, чтобы дать место для большей ширины фланцев. И в комплекте с вилками продавец, довольно любезно, вот такой вот шайб проставочный. Вот он стоит в сфере, как вот у нас ставится на мотор, только она не стальная, а она алюминий-фрезерованная. Ну, наверное, мы сейчас не сильно ее увидим. Ну, попытаться можно. Она здесь есть. Она составляет около 5 мм. Ага. И длинные болтики. Ну, вот кусочек ее видно, да. Болтики по торкс хорошие, то есть никакого колхозинга здесь нет. И быть не должно, в принципе. Ну, и все, у нас шикарнейше встало. Я прям очень рад этим экспериментом. То есть, получается, как бы, у нас, мне вот, это обошлось в 700 рублей, и бутылки раздывного, которые я дал топорю. И он за час все это сделал. И есть его контакты, и есть кому-нибудь, если кому интересно, могу написать вам в комментариях по личной просьбе. Ну, что ж, Михаил, интересные, интересные зарисовки. Ну, как обычно, следим за вашими. Потому что сейчас очень много появилось разных стандартов. Их просто дохрена. Ну, а я подумал, чего терпеть, чего заводиться на новую втулку, отдавать за нее 2,5 тысяч рублей. И вы ее хакнули. Пересписовывать, и я вот так вот немножечко взломал систему. Должна быть именно буст. То есть, если она не буст, данный опыт не получится. Как-то так. Ну, и вилка работает тоже классно. Все шикарно. Ладно, пойдет покатаюсь. Пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok